я вас приветствую друзья это канал веселый инженер долго меня просили и я сейчас делаю именно такое видео я расскажу вам 7 шагов за которые вы придете к разработке идеального технологического процесса эти шаги нужно повторять точно так же как я вам буду говорить и на выходе вы сможете самостоятельно разработать технологический процесс практически любой детали естественно вам понадобятся некоторые навыки но основные этапы и алгоритм действий у вас уже будет поэтому не переключайся смотри до конца и сразу влепила и кошу потом не забыть погнали итак первое что происходит при попадании к вам чертежа вы задумываетесь как разработать технологический процесс конечно не все задумываются но более-менее такие солидные организации озадачиваются этим вопросом да и в принципе если вы хотите наладить массовое производство тот технологический процесс или техпроцесс как его называют вам просто будет необходим потому что люди меняются деталь остается и вспомнить что было изначально уже очень очень сложно итак поехали первое что необходимо сделать провести анализ исходных данных для разработки технологического процесса то есть вы должны получив детали имея чертеж на руках посмотреть этот чертеж и уже посмотреть какие какой металл если у вас такой металл вышел разрабатываете до технологический процесс если у вас оборудование какое оборудование необходимо будет возможно докупить если вы организовываете производство до хватит ли вам площадей в общем все данные которые есть или допустим есть у вас какое-то оборудование а деталь крупногабаритная то вы конечно смотрите что данная деталь по размерам ваш станок не подходит или допустим деталь очень мелкая да то есть или тонкая и будет с плоскошнифовального станка срывать в общем анализируете все эти данные просто так называемый мозговой штурм пока ни к чему не приступаете проводите анализ возможно с привлечением нескольких специалистов то есть специалистов в разных областях допустим это могут быть и специалистами по линии металлурга до специалисты по линии термообработки то есть вы все анализируете что у вас есть технологическом процессе когда вы этот мозговой штурм прошли поняли что в принципе у вас есть возможность изготавливать данную деталь вы переходите ко второму пункту выбор исходной заготовки и метод ее изготовления в принципе метод изготовления заготовки вам не столь важно скорее всего вы изготавливать ее самостоятельно не будете но вы должны по вашей детали определиться что это будет поковка отливка кусок проката ковка там штамповка что-то допустим я не знаю любой из вариантов которые выбираются чаще всего конечно если деталь сложные формы но такая более технологично накутывал или шестерни да то изготавливается из поковки если детали сильно сложной формы и в принципе штамповать ее или ковать ее нет возможности то такая деталь изготавливается либо методом литья но опять же это бы за должна быть соответствующая стать для этого либо изготавливается из какой-то цельного куска металла будет у свободная ковка или прокат уже зависимости от габаритов когда вы определились с газа заготовка естественно заготовка должна быть не только просто выбрана она должна быть экономически обоснована то есть она должна иметь минимальные припуски которые будут обеспечивать вам экономическую эффективность при изготовлении вашей детали заготовка выбрана и вы переходите к следующему пункту выбор технологических баз об этом я много говорил это происходит на этапе чтение чертежа примеру максимальное количество поверхностей всегда должно обрабатываться за одну установку это гарантирует и взаимную соосность перпендикулярность и различные параметры выдержать намного проще такие как технические требования применить при которые применяются к различным поверхностям примеру валы чаще всего обрабатываются от центров да то есть вам нужно первых этапах делать центра поэтому очень важно уметь читать чертеж и определяться с технологическими базами все остальные детали будто картерные детали вам будет предложено несколько вариантов то есть выверни сами себе предложите несколько вариантов естественно в некоторых случаях придется отдельно подготавливать базу которая в принципе даже не будет отвечать за установку детали узел просто будет изготовлена как база и потом никакой технологической нагрузки в самом узле нести не будет для этого надо детально изучить чертеж не торопясь пройтись по всем поверхностям и определиться как вы будете делать от 1 до последней операции и так когда вы выбрали технологические базы но это такой более творческий да а далее уже будет идет более практические пункты составление технологического маршрута обработки то есть последовательность операций то есть примеру есть у вас заготовка первое возьмем вал до первая операция будет фрезерно-центровальный то есть вы будете фрезеровать торцы делать центра и от центров обрабатывать все остальное дата сделать токарную обработку потом от центров будет следующая операция шлиция фрезерная потом вас идет допустим там не знаю может нарезание зубчатого венца или долбление да неважно какую-то операция потом вас идет термообработка то есть вы пишете маршрут этих процесс как я в принципе часто делаю себя на канале то есть читаю чертеж и примерно набрасываю уже технологический маршрут изготовления той или иной детали записывайте у себя на бумажке написали токарная токарная допустим сверлильная операция шлица фрезерная операция термообработка шлифовальная и допустим шлица или зубошлифовальная операция все маршрут у вас составлен дальше вы переходите к разработке технологических операций это такая уже тема то есть вы по каждой операции начинаете углубляться то есть подбираете режущий инструмент технологическую оснастку приступаете к расчету режимов резания оборудование обязательно указываете и так сказать разбивается операцию на переход может быть примеру токарная операция иметь допустим два три четыре может быть даже пять переходов переустановок детали да но это все будет токарная операция пока деталь об обрабатывается на одном станке все ее перевороты являются переходами как только пера деталь переходит на другой станок пусть даже такой же токарный станок это уже идет следующая операция то есть но это тоже кто-то меня спрашивал поэтому параллельно в данной теме так как это связано объясняю и так разработали технологические операции переходы естественно эти технологические операции сопровождаются и эскизами то есть это предварительные чертежи деталей где обозначены поверхности которые обрабатываются именно на конкретно взятой операции то есть каждая операцию технологического процесса сопровождает свой конкретная карта эскизов свой эскиз к этой операции но надеюсь что понятно если конечно по ходу изучения этой темы у вас возникают вопросы обязательно пишите в комментариях будем их решать итак технологические операции разработали определяем тех требования техники безопасности если кто-то мне скажет что это не важно это очень важно и этому нужно уделить должное внимание разрабатываем смотрим на каких операциях какие работают у вас работники естественно сверлили операции сверломщик допустим на токарный токарь на шрице фрезерный фрезеровщик зуборезчик или то наладчик зуборезных фрезерных станков возможно оператор станка спу различные операции с этот чиповый станок естественно вы должны посмотреть безопасные приемы труда тех процессе может быть обозначена какая-то специальная чалка если деталь допустим очень тяжелая то вы должны прописать какое-то специальное грузозахватное приспособление которое помогает устанавливать устанавливать эту деталь безопасно на станок конечно крупных предприятиях разработан на каждую профессию разработаны подробные инструкции и достаточно их просто вписать технологический процесс и работник руководствуясь данной инструкции в принципе может выполнять все операции технологического процесса уже с определенной так сказать безопасностью на более мелкие предприятия каждый этот пункт который вы считаете что он достаточно опасный и может повредить какие-то элементы оборудования самого человека привести каким-то нежелательным последствием можно прописать в карте тех процессов без проблем и последний седьмой пункт это оформление технологического процесса есть определенные стандарты которые в которых есть бланки вы можете посмотреть вообще на всех предприятиях что-то дорабатываю что-то свое привносят в эти бланки этих процессов но все остается едино только в одном что у вас есть карта эскизов и сама карта технологического процесса то есть бланк где заполняется название операции оснастка инструмент режущий прописывать вспомогательный инструмент мирительный инструмент и так далее и обязательно каждой операции будет карта эскизов вот такой получился видео урок друзья если что-то еще непонятно пишите в комментариях не забывайте ставить лайкосы подписываться на канал и обязательно поделиться своим другом я думаю ему тоже будет интересно пока пока